Производство было не только в Горькове, но и в Кремичуге, на Урале, в Минске и, конечно, в Москве. Съем был флагманом автомобиль строения. Сегодня у меня на тесте ЗИЛ-130. 1977 года выпуска. Одна из самых массовых и популярных моделей на уровне. Это настоящий кругожительный рейтинг. Он выпускался с 1964-го до 1964-й год. И пришел на смену в 164-м, который был уже довольно архаичным. Это короткобазная версия В1. В таком виде она выходила с завода. Автомобиль приспособлен, чтобы таскать открытые и закрытые полуприцепы, рифрижератор. Это полностью отечественный разработчик. Дверьте, карбюраторный, пластминциллинтовый, 2-образный, обмен в 6 лет, отмешивая 150, вошли на 7. Работает на 76-м бензине. Рапа штамбованная. Спереди на байпере два буксировочных крюка. По бокам расположены два бензамага по 125 метров. А теперь в ходе. Одно трехметрское цельно-металлическое. Внутри свободно. Сиденье водителя регулируется. Массажирские сбойные. Блажно-ветровое стекло с одолжением. Слеглоочиститель с парой щеток на пневматическом рамке. Панель-приклад информативная диаптечка. Запускаем двигатель. Сразу слышна немусильная мощь. Машина спокойно трогается даже со второй передачи. Первая использована для особой тяжелых условий. Блажно-металлическая скорость 90 километров. Рулевое управление. Сиденье усердия. Коробка четырехступенчатая синхронизированная. Матерская и скоркая зависимая от тормоза колодочной. Барабанного типа. Привод в пневматическом. Кстати, пробег этой модели иногда доходил и до полу-перевода. Автомобиль был настолько удачным, что поставлялся в 40 стран. И в 1973 году ему приступили государственные знаки качества. Тогда это говорило о том, что было выпущено 3 миллиона 366 тысяч машин родных модерегатов. И, конечно, он снимался с этим. Перехват. Не могу сказать прощай. 130-й правился многим владимирам своим современным внешним видом и достаточно свободным собой. Чтобы работать на нем, даже вставали в очередь. А доверяли управление только самым лучше. И эта модель в то время была незаменима по-народному хозяйству. И, конечно, он нужен, что по-народному хозяйству. Он служил в парке. Он служил в детстве на руку. Но он строит себя немного другое. В общем, он точно авторское отстояние героя. Смотрим.